День с толком В Усть-Калманском районе намеренно разваливают сельхозкооператив. Так считают жители одного из поселков. Барнаульцы все чаще находят в городе захоронение животных. Законна ли такая память? В Заринске люди ежедневно рискуют жизни, переходя через ЖД-пути. Появится ли безопасный путь? Жители села Огни Усть-Калманского района отчаянно пытаются спасти колхозный кооператив, который обеспечивал работой больше половины их населения. Со слов местных, директор хозяйства разваливает фермы и распродает их за бесценок, оставляя только то, что нужно лично ему. Полина Жданова разбиралась в проблеме. Вот такие руины разбросаны по всему селу. Еще лет 15 назад огни считались одними из самых богатых в Усть-Калманском районе. Теперь же здесь все разрушено. Местные жители винят управляющую кооперативом и считают, что лет через 10 здесь вообще не останется людей. За пять лет отсюда уехало почти 400 человек в поисках работы. Местное сельхозтоварищество разорилось. Раньше в его состав входило около 160 ферм. Теперь их пересчитывают по пальцам. Виноват у селян в этом только один человек, нынешняя владелица сельхозугодий. Построены дома, фермы, которые она уничтожает, наша директрица. Уничтожает натуральным образом. Уже уничтожена. Были коровы глубокостельные. Они обязательно покажут положительно на заболевание, на какое-то причину были. Находили лейкоз заболевания и увозили. Коровы у нас даже телились в этих скотовозах. Да, их вот просто можно было сохранять, скот, но его вырезали поголовно. Да, поголовно. Вырезали без разбора большую часть скота. Обанкротили предприятие, превратив товарищество в кооператив. Задним числом оставили пайщиков без земли, скрыли от них все документы. Перечисляют жалобы сельчане. Теперь от сельхозугодий осталось несколько ферм и мехтоков. Работает там от силы 100 человек, говорят огневцы. Так мало, потому что, по их словам, платит директор максимум 2000 в месяц. Бывшие рабочие уезжают в соседние села и районы. Лично коллектив, с кем я руководил, мы построили 5 новых коровников. Она их рухнула. Мы построили 4 новых мехтока. Она их уничтожила. Когда я уходил, было 520 работающих. 520. 1111 человек были пайщиков. Второй стороне конфликта практически всемогущий, со слов местных. Владельцы кооператива Татьяне Агафоновой звонили несколько раз. Она бросала трубку. Глава муниципалитета комментировать ситуацию нам отказался, а районный сельхозкомитет на стороне кооператива. Там считают, что в огнях все хорошо. Люди сами не хотят работать в селе. Тем временем, от отчаяния сельчане думают подать коллективное заявление в следственные органы региона. Либо вообще поехать в столицу в поисках справедливости. Своё обращение в следственные органы направим и мы. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Алтайский политик, общественник Владислав Вакаев займется возрождением Изумрудного парка, уже как краевой чиновник. Его назначили руководителем фонда имущества Алтайского края. И одна из главных задач структуры – реконструкция парка Октябрьского района. Назначение для Вакаева неожиданное и расценивает он его так. Краевая власть выбрала сторону большинства общественников – сохранить за парком статус «зеленой зоны общественного пространства». О ближайших действиях на новом посту Вакаев пока не говорит. Конкретные планы сейчас разрабатывают. Но очевидно одно – парк будут возрождать в рамках концепции «зеленый каркас города». Я был и остаюсь последовательным сторонником того, что в городе должно быть как можно больше зеленых зон. И именно развивающихся как общественные пространства. Потому что это сегодня тренд развития городов. Чем больше зеленых зон, комфортных для горожан, тем успешней, благополучней город. По словам Вакаева, «Изумрудный» станет своего рода пилотным проектом возрождения зеленых зон. Далее на очереди, возможно, будет парк «Юбилейный» и другие заброшенные и неухоженные территории. В сентябре педагоги края получили первую зарплату, начисленную по новой системе. Часть оклада теперь значительно больше, но реально ли доход учителей вырос? Ответ на вопрос пыталась узнать наша съемочная группа вместе с председателем АКЗС Александром Романенко. Педагоги региона вслед за врачами с 1 сентября перешли на так называемую отраслевую систему оплаты труда. Иными словами, базовая часть их зарплаты оклад вырос. Правда, в октябре получили все по-разному, в зависимости от нагрузки. К примеру, зарплата у педагога начальных классов лицея номер 3, работающего в две смены, выросла при такой занятости на 8 тысяч рублей. А вот ее коллега работала в одной материальной стороне. Ее жизнь и даже с ростом зарплаты существенно не изменилась. Если бы она у меня действительно увеличилась в 2-3 раза, то, естественно, я могла бы задуматься купить что-то себе или приобрести для семьи, или съездить в поездку. Нет, она стала чуть выше, но сказать, что она разительно отличается, я не могу. Не могут педагоги, учитывая даже повышение зарплаты, приобрести или расширить себе жилье, пусть и в ипотеку. Для этого, говорят, проще уволиться из городской школы и уехать в село. Ведь для сельских педагогов по ипотеке предусмотрены льготы. По-другому улучшить жилищные условия, конечно, можно, но сложно. Обратившись в банки, в наши, даже Сбербанк, выяснилось, что для простого учителя очень неподъемная сумма, тем более для одного достаточно почти под 10%. И я решила обратиться в наши органы власти. Я так понимаю, что сегодня вы ответы на свой вопрос не получили. Что нельзя делать? Искать мужа, чтобы воспользоваться программой «Молодая семья». Такой совет дал молодой учительнице спикер Краевого парламента Александр Романенко. Правда, он уверен, что повышение зарплаты педагогов с 1 сентября – это лишь начало долгого пути. Ведь цели и задачи у властей на ближайшие годы, и это планируют прописать в краевом бюджете, амбициозные. И мы планируем, чтобы 2022 году средняя заработная плата в Алтайском крае с 26 тысяч выросла до 35 тысяч. Мы все будем делать для этого. А главное, что мы должны делать, мы должны развивать нашу экономику. А пока зарплаты наших педагогов по-прежнему не сравнимы с теми, которые за свой труд получают учителя других регионов Сибири. И уж тем более их коллеги из столицы России. Татьяна Голубева, Николай Шелкодий, Столком. Барнаульцы все чаще замечают необычные могилки в черте города. Может показаться, что они похожи на человеческие, но, судя по игрушкам и мискам, так заботливые хозяева прощаются с питомцами. Церковь считает, что это мракобесие. В мэрии города говорят, что трупы животных нужно утилизировать. Так как же увековечить память о питомцах? Смотрите в сюжете. Заброшенный парк юбилейный. Каждый день здесь проходит много людей, которые через парк сокращают себе дорогу. И вот на одной из аллей, ну целый мемориальный комплекс, посвященный питомцу Изабелле. Мы не знаем, кошка это или собака. Прожила она короткую жизнь, но, судя по всему, успела стать любимицей семьи, раз уж ее похоронили с такими почестями. А это уже целый погост в ленточном бару. Здесь захоронено десятки кошек и собак, любимые игрушки, здесь же цветы и даже кресты. Глядя на все это, невольно вспоминается роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Почти половину своей жизни Евгений прожил с карликовым пинчером Бертой. Берта заболела раком и покинула этот мир в возрасте 11 лет. Не мог привыкнуть к тому, что я, например, прихожу домой и никто меня не встречает, нет вот этих звуков никаких. Первое время казалось, что она где-то тут сейчас вот хоп и она выбежит. Нет. Но в любой момент Женя может дотронуться до Берты. Парень набил татуировку с портретом собаки. Кто-то ставит памятники в парке, в лесу. Я решил на себе сделать памятник, так скажем. В церкви такое чрезмерно теплое отношение к питомцам не одобряют. А похороны животных в православных традициях вообще называют мракобесием. Это грех, прямо говорим. Это некое чувство, это как бы пародия такая на могилу людей. Крест стоит или надгробие. То вообще животное, оно безотносительно какой-то либо религии. То есть для нее это, для того или иного животного это совершенно не имеет значения. В администрации города памятники и могилки животных уже называют не мракобесием, а нарушением закона, за который предусмотрен штраф до 5000 рублей. Для захоронения биологических отходов действуют ветеринарно-санитарные правила, согласно которым утилизация и уничтожение биологических отходов предусмотрено тремя способами. Первое – это сжигание крематора. Второе – это обезвреживание скотомогильников. И третье – в исключительных случаях захоронение. Но пока в Барнауле нет и не предвидится легального кладбища животных. А значит, придется любимого питомца утилизировать как бытовой отход. И можно наткнуться на такую картину. Барнаульская ветклиника выкидывала трупы животных в ленточном бару. Хотя убитые горем люди передавали своих барсиков и шариков на кремацию. Чтоб уж наверняка можно самому отдать четвероногого в городской крематории. В здании даже отведен специальный колумбарий для кошек и собак. Кто-то забирает урну с прахом на память. Увековечить память, оказывается, можно и на виртуальном кладбище. Сыночек мой любимый умер от диабета. Мне очень плохо без тебя. Я верю и надеюсь, что ты меня встретишь на радужке. Бимка был питомцем моих родителей. Очень верный и преданный, ласковый звоночек. Погиб. Его загрызла большая собака ночью. Прости нас, Бимушка, не смогли тебя спасти. Вечная тебе память. В интернете есть сайт, на котором таким образом размещены 11 тысяч животных. Хозяева выбирают питомцам памятники, оставляют на виртуальных могилках подарки, колбаски, игрушки, пишут добрые слова. Конечно, хочется, чтобы все наши питомцы после смерти отправлялись в кошачий, собачий, хомячковый рай. И, наверное, даже главное, не как вы похоронили своего питомца, а как вы относились к нему при жизни. Ирина Корчегина, Андрей Печуркин, Александр Антропов. День с толком. Порядок хотят навести и в ритуальном бизнесе для людей. Правительство России рассмотрит законопроект, в котором предлагают запретить медицинским организациям готовить умерших к захоронению, а похоронным агентам торговать венками и крестами на территории медучреждений. Если проект примут, ритуальным агентам будет сложнее приезжать раньше скорой или полиции на место смерти. Также документ может узаконить в России частные кладбища, чтобы прекратить борьбу за место на муниципальных. С чем, кстати, неоднократно сталкивались и жители края. Два смертельных случая на ЖД-путях за сутки. В Заринске под колесами поезда в сентябре погибли двое мужчин. По словам местных жителей, подобные инциденты там случаются часто. Безопасного перехода поблизости нет. Сколько еще должно погибнуть человек, чтобы он все-таки появился? Валентина Аскерова продолжит. Броситься под колеса несущегося поезда Каренина планировала. А вот жителей Заринска, естественно, нет. С разницей в несколько часов на этих ЖД-путях погибли двое мужчин. Они переходили дорогу в неположенном месте. Единственный безопасный путь – не близко. Вопиющий случай напугал жителей, которые живут по ту сторону рельс. Они тоже ежедневно играют со смертью. Ни аптек нету, ни нормальных магазинов нету. Каждый день люди переходят вот эту вот линию, железную дорогу. Они переходят в неправильном месте, где нельзя. Нас заставляют ходить здесь. Но здесь, даже отсюда мы стоим, даже не видно, где заканчивается эта дорога. Поезда курсируют каждую минуту. Товарники несутся порой со скоростью 80 км в час, говорят жители. За последние шесть лет здесь погибли четверо. До легального перехода идти 20 минут. Бабушки добираются за 40. Прогулка никого не устраивает, люди срезают. А не страшно идти неправильно? Конечно страшно. Страшно? Особенно за детей страшно. Мы-то отжили, ладно. Детей мне жалко. А они как ходят? Неправильно или правильно? И там ходят, и здесь ходят, знаю. Встречала сколько раз детей. А в администрации людям ежегодно дают понять, что нового перехода не будет. Либо автобусом, либо должны переходить через этот мост. Он доступный, да? Ну да, он доступный. Или им идти до него? Ну идти, конечно. А сколько минут? Ну там достаточно прилично. А почему две части города соединяет лишь один официальный переход? Через рельсы пояснили, что их число не нормировано. Так что получается, по закону они ничего и не должны жителям. Чтобы построить еще один переход через ЖД пути, требуется 100 миллионов рублей. У муниципалитета таких средств нет. Кроме того, они задаются вопросом, стоит ли безопасность 800 человек такой суммы. Сейчас люди собирают подписи для обращения к губернатору края и уже готовы идти в прокуратуру, чтобы остановить печальную статистику. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Добавим, что в прошлом году на Алтае под поезд попало более 30 человек. 23 из них погибли. Федор Смолов может приехать в Алтайский край, посмотреть на дом культуры, отремонтированный на его деньги. Об этом он заявил в соцсетях. Привет! Поздравляю жителей Солокостен-Лок с завершившимся ремонтом крыши в доме культуры. В свою очередь я очень горд и рад, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. И по возможности я туда приеду и сам на все посмотрю. Всем обнимашечки! Напомним, что за ремонт ДК в селе Костен-Лок Алтайского края Федор Смолов взялся не по своей воле. Это решение он принял в рамках шоу «Коммент-аут», чтобы не писать едкий комментарий Дмитрия Нагиева. Переведя 400 тысяч рублей, а именно столько требовалось на замену крыши, Федор Смолов добавил, что это лучше, чем заказывать шампанское. Накануне ремонт был полностью завершен. На деньги Смолова жители сами заменили кровлю здания и теперь готовы встретить своего спонсора. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей! Продолжение следует...